Максимальный репост. Моя доченька умирает. Фото дочки начальника управления образования с таким текстом появилось в соцсетях еще 27 февраля. Сам Алексей Ангеловский узнал об этом по телефону. От тех звонков, которые поступали на телефон мне, супруге, дочери, знакомым и так далее, люди пытались выяснить на самом деле это так или не так, нуждаются ли в помощи близкие родственники, либо это фейк. Наши чудесные мошенники очень грамотные люди, они отцепляют от твоего аккаунта близких родственников для того, чтобы те, ну простите за сленг, не банили их страницу, не закрывали и они просто блокированы, не имеют доступа. С тем, с кем ты общаешься, они искренне верят, что у тебя горе, беда и так далее. И реально люди начали сбрасывать деньги на карту мошенников, более того, поступали средства и на карты, которые привязаны к телефону, после чего они, конечно, были возвращены. То есть вот на этом, наверное, основной акцент делают вот эти весёлые товарищи. Я думаю, что за счёт этого идёт обогащение. Тем более, что последний месяц таких вот фейковых объявлений у подписчиков, с кем мы общаемся, я видел не одно. Войти на свою страницу в Инстаграме Алексей Ангеловский не смог. Комментарии, что это ложь, сразу удалялись. А в Директ друзьям приходили сообщения с просьбой перевести деньги. Первая реакция – это эмоции, потому что тебе, мягко скажем, это неприятно. Раз. Второй вариант – чувство растерянности. Ты не знаешь, что делать и как, чтобы предпринять действия быстро и качественно. Третий вариант – это просьба, наверное, тем друзьям, товарищам, знакомым, кто с тобой в переписке, во взаимоотношениях, чтобы они жаловались на данную страницу. У нас закрывается и блокируется на какой-то период времени. Прекратить распространение ложной информации могут подписчики, разместив у себя в лентах сообщения о фейке. Также жертвам мошенников необходимо обратиться в банк. Выяснили, что карта не принадлежит указанному банку, а по шести цифрам банк определяет, что это совершенно другая коммерческая организация. Было обращение направлено в один банк и во второй заявление в службу безопасности. И диалог, подача жалобы в сам Инстаграм о том, что страница взломана, она тебе не принадлежит, и определенный механизм по подтверждению твоей личности с персональными данными. Несмотря на принятые меры, контроль над аккаунтом в Инстаграме еще не возвращен. От имени Копичанина до сих пор пытаются собрать деньги. Переводить их на указанные номера не стоит, это мошенничество. И в завершении сюжета напомним простые правила, соблюдение которых уменьшает риск взлома. Во-первых, это сложный взломоустойчивый пароль. По возможности, если сервис поддерживает двухфакторную аутентификацию, использование антивирусного программного обеспечения, как на компьютере, так и на мобильных устройствах. По возможности не открывать письма и сообщения от незнакомых людей и не переходить по ссылкам, которые там имеются. Продолжение следует...